прощание с фламентанц именно так назвала этот ролик потому что все же решила что с розой пора прощаться она себя изжила и уже в моем саду для нее места нет произошло это вот последняя капля случилось когда я вот сейчас обработала розу препаратом гард это гидроокисмиди когда обработала для того чтобы предотвратить распространение пятнистости в которой она все лето стоит в которой просто неискоренимо роза получила уже все препараты которые я могла ей дать это и привикур энерджи подкорень и фундазол эридомил голд и фалькон и что еще квадрис был и сейчас скажу сапроль в общем все что только можно было на розе испробовать я испробовала более того все перечисленные препараты использовала в баковых смесях комбинируя друг с другом для получения лучшего результата также каждую осень и весну провожу искореняющие обработки осенью железным купоросом весной медным купоросом бордоской смесью но все эти мероприятия несколько лет подряд и результата не дают такая ситуация не первый год но в этом году просто катастрофически роза себя ведет если раньше хоть как-то можно было приостановить эти заболевания то сейчас любая новая обработка это новый скачок развития болезни недавно снимала розу для другого ролика чего была роза ну как вам сказать более менее чистая вот даже покажу те листы которые снимала тогда сейчас они выглядят вот так они покрылись мелкими пятнышками они все в пятнистости вот они их просто сыпет невозможно вот они эти листы почему для меня важно чтобы роза фламентанс была чистой потому что рядом у меня другие розы и я начинаю замечать что какие-то пятнистости начинают передаваться с фламентанс другим розам здесь у меня остинки здесь плетистая с general's gardener и мне не хотелось бы чтобы такая ситуация постигла остальные мои розы что это за пятнистость мне сложно сказать я подозревала что это ложная мучнистая роса судя по вот таким точечкам на коре стволов то это мучнистая ложная мучнистая роса но судя по тому что ее просто невозможно вылечить тут может быть еще перечень других заболеваний и вот посмотрите что происходит с розой после обработки препаратами прошло два дня после обработки был препарат гард и был препарат в 30 в от вредителей и в качестве прилипателя он шел в боковую смесь роза просто напросто начала с двойной силой покрываться пятнистостью то есть грибок вместо того чтобы умереть на розе приостановить свое развитие от препарата медь препарата медь содержащего грибок просто начал развитие снова силой он как будто отвечает мне ага не сдамся ты меня не возьмешь так просто и честно говоря я устала на эту розу тратить баснословные деньги для того чтобы просто ее хоть как-то поддерживать на лежащем состоянии лет двенадцать может быть даже 15 она была нет наверное стуки лет двенадцать она была просто идеально без каких-либо обработок без каких без какого-либо ухода она себя чувствовала великолепно ни клеща никакого вредителя никаких пятнистости и вот примерно в семнадцатом восемнадцатом году она начала вот так вот себя вести говорят что это кардесовская пятнистость что это какой-то грибок который невозможно даже в лаборатории определить что это и вот мол многие кардесовские розы неустойчивы и вот так вот себя ведут не знаю насколько это правда не знаю насколько можно этому верить вот но я все же склоняюсь что это ложная мучнистая роса и этот рассадник который я победить не могу я просто склоняюсь к тому что нужно удалить под корень было вылета уже всего и столько что я не знаю тут бы наверное и слон бы оздоровился бы уже вот поэтому оставлять ее не вижу смысла я считаю главное умение розовода это научиться прощаться с розами с розами которые не устраивают по каким-то показателям с розами которые не подходят с розами которые болеют и заражают все вокруг главное у меня научить научиться прощаться выбрасывать их без сожаления отдать кому-то фламентанс я считаю просто невозможным потому что это рассадник заболеваний я считаю ненужным вот эту вот заразу отдавать кому-то зная что человек просто принесет к себе в сад бомбу замедленного действия поэтому эта роза пойдет на сжигание как бы это прискорбно не звучало и вот даже стебли какие у нее пораженные на нее без конца с чистотой раз в неделю иногда раз в две недели льются всевозможные препараты после очередного препарата гард роза просто сказилась ну плюс надо учитывать что после препарата гард пошли дожди и может быть дожди спровоцировали еще развитие этого грибка который не берется уже ничем использовала я препарат гард потому что это медь содержащий препарат который содержит гидроокис меди она не так вредна как хлорокис меди и и сам препарат сама медь в его составе блокируют размножение спор грибков то есть препарат не позволяет грибкам которые уже проросли в лист размножаться дальше хотя видим что на фламентанс это не действует и вот покажу вам характерные признаки даже на листе так минутку вот есть веточка которая лежит на земле и вот на листах которые на конце вот ложная мучнистая роса она всегда начинается с конца ветки и вот на листах которые наверху ветки вот такие пятна они красно-бурые красно я даже не знаю на зеленом листе это не кажется даже фиолетовыми чуть-чуть на самом деле такие красно-бурые и очень часто ложная мучнистая роса она базируется прямо вот у центральной жилки листа очень часто много пятен разбросаны просто хаотично по листу но вот самый верный признак вот такие пятна которые базируются у центральной жилки листа и конечно начинается все не снизу а начинается все сверху побега ложная мучнистая роса поражает сначала молодые листики и еще одно важное правило в борьбе с болезнями если вы выкорчевали розу выбросили убрали с этого места на это место лучше лет пять розы больше не высаживать то есть я розу уберу выкорчу и весь этот корень и здесь пять лет не будет расти роза здесь могут расти однолетники здесь могут расти любые другие растения какие-то декоративные кустарники но только не розы потому что ситуация повторится споры грибка хранятся в грунте и поражают прежде всего корневую систему поэтому никаких подсадок роз на это место не будет друзья обрезая побеги своей фламентанс для того чтобы ее вообще удалить с участка я заметила что побеги некоторые поражены еще и бактериальным раком поэтому никакого сожаления не испытываю о том что этот рассадник инфекции и болезней я удаляю с участка теперь на месте фламентанс которую я вам сейчас показывала буду пролечивать грунт высаживать какие-то многолетники которые не боятся данных заболеваний точно не розы либо же какие-то однолетние растения обратите внимание бактериальный рак стеблей поэтому прощай прощай фламентанс твоя песня спета